Литовская академия музыки и театра Сегодня мы хотим вам рассказать про нашу академию Первым мы позовем рассказать про студенческую жизнь нашего студента Артема А потом я вам расскажу про формальные вещи Артем, пожалуйста Да, всем привет Очень приятно, очень приятно, что позвали В принципе, очень приятно говорить про то место, где я учусь Ну и начнем с того, что, в принципе, кто я вообще такой, на чем я играю Я играю на саксе, на саксофоне и учусь на отделении джаза Значит, на джазовой кафедре Сейчас поправим Опа, может быть, так лучше будет, да Вот, и, пожалуй, наверное, для меня самое важное Вот, в принципе, это среда То есть среда, в которой мы учимся Потому что в школе эту среду создают учителя В принципе, в школе эта среда, она как-то сама формируется В универе совершенно все иначе То есть, как бы, в универе Сам универ отбирает учеников, понятное дело, преподов И, в принципе, даже вахтерши Это все формирует вашу среду Значит, что касается академии То среда состоит из студентов Которые, так же, как и я, они хотят улучшаться Совершенствоваться в своем мастерстве То есть, это либо владение инструментом Это может быть композиция Это может быть аранжировка Это может быть все, что угодно Это может быть театр, на самом деле Это может быть кинокритика Критика театра То есть, в мастерстве, в своем творчестве Все люди пытаются помогать друг другу Конечно, это немножко звучит утопически Тем не менее, по крайней мере, я очень рад, что Я встретил людей, с которыми я играю И в будущем, в том числе, я тоже планирую Играть вместе и просто делать какие-то проекты А теперь, что касается самого процесса обучения Конечно, в принципе, все зависит от кафедры На которую вы поступаете Потому что, понятное дело, что разные кафедры Разные преподаватели Абсолютно разные принципы Абсолютно разные какие-то Значит, свои детали Значит, в чем заключается основная разница Значит, что А, ну, в принципе, об этом я уже сказал Неважно, значит Конкретно на кафедре джаза Пожалуй, у меня больше всего компетенции Говорить именно насчет кафедры джаза То, понятное дело, нам То есть, в принципе, у нас есть все условия для того, чтобы совершенствоваться По крайней мере, ну, по крайней мере, мне, то есть мне много не надо, честно говоря Мне нужна просто класс, где я могу заниматься Мне нужна аппаратура, через которую я могу просто пустить музон И играть вместе с музыкой И мне нужны нормальные преподы, которые мне смогут дать то Немножко больше, чем в Ютубе я могу найти, скажем так Вот, то есть это информация, которая уходит за грани Ютуба За грани интернета То есть, которая передается непосредственно вот из уст в уста Собственно говоря, да Про преподов рассказал Значит, в принципе, если будут какие-то вопросы вот насчет других кафедр То, в принципе, тоже можете их задавать Потому что, да, вот вижу вопрос, где я выступаю Можете написать в Ютубе группу Рубить Группа Симпетика называется Я сейчас напишу ее название в чат Вот, и немножко послушайте, какую музыку мы играем на кафедре джаза То есть, вернее, не совсем на кафедре джаза Но вот музыканты, которые учатся на этой кафедре Какую музыку они помимо джаза исполняют, скажем так То есть, мы стараемся мыслить шире, чем просто джазуха Мы стараемся мыслить шире, чем просто классика То есть, мы смотрим на эти вещи, по крайней мере, на кафедре джаза Мы смотрим на эти вещи больше, чем на какие-то просто догмы и какие-то вещи, которые нужно выучить. Мы пытаемся смотреть шире и загребать какие-то необязательно связанные с музыкой, в том числе, допустим, необязательно. То есть это может быть театр и музыка, это может быть импровизационный танец и музыка, это могут быть, в принципе, абсолютно такие концепции, как импровизационная музыка, которая не имеет, в принципе, мало что общего имеет с джазом, потому что есть отдельный жанр импровизационной музыки, это жанр академической музыки. И вот в том числе такими вещами мы занимаемся, и есть возможность, есть изучать, в том числе, импровизационную музыку в академии. Эта программа, мне кажется, вот Виктория меня может сейчас, если что, исправить, но мне кажется, это программа только с магистра, да, там, где вот Люда с Москвы у нас. Да, современная музыка, импровизация. Так, есть обучение на русском или все на английском? В принципе, все на английском, насколько я знаю, но очень много преподов знают русский язык. Я сам учусь на русском просто потому, что, ну, я знаю своего препода очень давно, и, ну, то есть мы отлично с ним оба контактируем, и мы с ним, в принципе, разговариваем между собой на уроке специальности по-русски. Учат с нулевого уровня. Что касается инструмента, то нет, нужно иметь, нужно владеть инструментом определенным образом, чтобы поступить, то есть, но, в принципе, есть, я думаю, что есть какие-то программы, я думаю, об этом потом чуть больше расскажет Виктория, которые, которые, вот, наверное, подразумевают какое-то, если не с нуля, то, по крайней мере, с какого-то достаточно невысокого левела. Вот. Что еще? Ай, да, в принципе, студенческая жизнь. Вот, самое главное, ну, ладно, не самое главное, но одно из самых главных, как по мне. Во-первых, то есть, в принципе, ребят, приезжайте в Вильнюс, Вильнюс – это классный город, значит, Литва, в принципе, классная страна, значит, а что касается Вильнюса, то, ребят, у нас, то есть, если вы поступите в академию, то у вас автоматически в каких-то пять заведений бесплатный проход. То есть, это в театр оперы и балета бесплатный проход, это в национальный театр драмы тоже, драматический театр, то есть, бесплатный проход. Дальше это, мне кажется, в Конгрессе у нас бесплатный, бесплатный, не знаю. Бесплатный, да, то есть, в принципе, уже, мне кажется, то есть, и для театралов, и для музыкантов этого уже достаточно. То есть, и, в принципе, то есть, чекать есть что, и чекайте только вот, только вот вам дают, берите, что, как называется. Артем, вы откуда приехали? Заканчивали институт на родине или это первое и выше? Нет, я на третьем курсе бакалавра, я, это мой первый, первый институт, первый мой универ, то есть, я просто из Литвы, я родом из Литвы, я жил, я живу здесь как бы с самого рождения, из Вильнюса, вот. Так что, нет, я ниоткуда не приехал, я тут местный, вот. Да, но я, кстати, знаю ребят, которые, в принципе, приезжают из Казахстана, я знаю ребят из Латвии, для латвийцев очень популярное движение, на самом деле, у нас на кафедре джазов каких, ну, за все время, ну, по крайней мере, сколько, вот я знаю, 4-5 человек точно, ну, может, 4, значит, точно было из Латвии, за все время не знаю сколько. Вот, в принципе, откуда еще, какие у нас направления популярные, откуда к нам еще приезжают? Не могу никогда сказать правильно Азербайджан, Белоруссия, есть Украина, несколько ребят, ну, да, в принципе, Латвия, Латвия и такие еще, ну, есть и русские, да. Да, ну, что касается вот времени для посещения театров, то есть, тут правильный комментарий, оно есть, скажем так, зависит от вашего уровня и зависит от вашего, от вашей, ну, от вашей подготовки, понятное дело, зависит от программы, которую вы будете изучать. Но, в принципе, вы знаете, универ – это не школа, в школе за вас планируют время, а в универе вы планируете свое время. И, как бы, если у вас получается нормально планировать свое время, то и на театр найдете время, и на концерты какие-то, и, то есть, в принципе, с ночной жизнью познакомитесь. И для меня, как для джазового музыканта, это важно просто, то есть, потому что мне нужно конкретно знать, где мне играть, и, то есть, пойти, прийти, сказать, что, ребят, здорово, вот, есть ли возможность у вас поиграть. В Вильнюсе, кстати, таких мест есть, так что, если собираетесь поступать, в принципе, вот, на джазовое отделение, то, в принципе, играть будет где. Так, а можно детальное про программы? Это, пожалуй, потом, какие экзамены вы сдавали, на каком языке. Так, что касается экзаменов, то, ну, имейте в виду, что я местный, мне нужно было сдавать, значит, английский, литовский и непосредственно сам вступительный экзамен, то есть, мне нужно было просто поиграть на моем инструменте на саксе. Вот, что еще от, как вот, от части студента могу рассказать, думаю. А, ну, в принципе, сама Академия предоставляет возможность выступать, и выступать довольно часто, это, понятное дело, опять же, зависит от ваших преподов, которые вот это все курируют, и которые вот, которые занимаются этими делами. Но, в принципе, в Академии есть возможность бесплатно записаться, ну, в смысле записать музыку, то есть, с проаппаратурой в студии. В Академии есть возможность выступать, то есть, концерты происходят. Вот сейчас та вот фотка, которую видите, вот это главное здание Академии центральное, и вот там вот, если присмотритесь, то на втором этаже есть балкончик такой. Так вот, это место называется Balcona Teatras, это театр балкона, ну, то есть, это так переводится, по сути. А на третьем этаже это самый большой наш зал, где самые крупнейшие концерты и экзамены студенты сдаются, да, в чем? Да, да, особенно вот джазмены, они любят выступать в этом театре. Джазмены театралы, они часто вот играют там. Да, так что, ну вот, понятное дело, есть программы лучше, есть программы хуже, то есть, это уже нужно говорить с теми, кто конкретно изучает, вот, допустим, вам, вы хотите поступать на фортепиано, вы говорите уже с людьми, вы находите через меня или через Викторию, или через кого-либо, еще находите людей, которые конкретно изучают фортепиано, и вы уже с ними говорите. То есть, но, поэтому говорю, что плюс-минус, в принципе, понятное дело, есть программы получше, которые сделаны, есть программы, например, молодые программы, как Джазуха, в принципе, она там сколько, лет 10, то есть, лет чуть-чуть больше, лет 15, насколько я знаю, значит, вот, так что, да, но это, в принципе, так же, как и во всех универах, тут уже нужно детальнее просто смотреть. Да, так что, какие-нибудь еще вопросы, вот, общежитие, так, общежитие, естественно, есть, оно, кстати, относительно недалеко находится, значит, потому что, в принципе, транспортное сообщение в Вильнюсе достаточно удобное, так что, да, общежитие в наличии. Так, если какие-то есть еще вот по студенческой части мне вопросы, то, пожалуйста, это ваш звездный час, что привлекает иностранцев в обучении в вашем институте? Хороший вопрос. Знаете, в принципе, вот я замечаю, что очень много приезжает на поступок, приезжают иностранцев на театр и приезжают на фортепиано и на вот на скрипку, на в основном на классические вот такие вот отделения и на театр в том числе, особенно по программе обмена. Значит, я, в принципе, я работаю сейчас с студентами программы обмена, то есть с разными студентами и вот заметил тенденцию, что очень многие из них либо на актерство поступают, либо на фортепиано. Что их привлекает? Наверное, потому что, в принципе, Литва – это театральная страна, я бы сказал, то есть театр у нас действительно сильный, в принципе, и Литва – это в плане академической музыки тоже достаточно своеобразная страна. То есть у нас есть, то есть мы брали исторически, значит, от, со всех сторон, абсолютно со всех сторон, то есть, понятное дело, значит, там сколько, 70 лет оккупации, то есть, но у этой оккупации, в том числе, советской оккупации, в том числе и есть какие-то плюсы, то есть мы в музыкальном плане, то есть мы у них что-то взяли свое, а сейчас мы от Запада берем свое, значит. И изначально аутентичная, то есть в том числе от тех народов, которые здесь проживают, аутентичная народная музыка. Сколько денег на проживание уходит в месяц? Вот здесь вот, опять же, я местный, мне об этом сложно говорить, здесь, наверное, вам стоит, если интересно, я могу, я еще сколько-то времени буду вот находиться в чате, если интересно, могу дать контакты, может быть, те, кто прежде, вот, и тогда вы с ними, может быть, как-то сконтактируетесь. Да, мне кажется, вот по моей части есть, вот опять же, есть еще вопросы, то, ага, что сейчас с подработкой и что было бы до пандемии? В принципе, подработка реально очень просто устроится в какой-нибудь кафе, это, ну, суперпростой вариант, но на самом деле, кроме кафе, есть у нас замечательные сайты по поиску работы, и, ну, буквально там, ну, то есть если у вас какой-то, хотя бы минимальный опыт есть, а даже если опыта и нету, то обязательно что-нибудь найдете. То есть, понятное дело, да, пожалуйста, Виктория. Артем, еще, может, расскажи, как вы теперь учитесь во время пандемии, как это все происходит, может, тебя там интересно? Ага, да, это хороший поинт, сейчас закончу вот про подработку. Значит, вот, в принципе, то есть легче, как я сказал, легче всего устроиться в кафе, вот, и, а, значит, но, в принципе, нормальную работу, даже в том числе офисную работу тоже можно найти, просто что у музыкантов единственная проблема, что музыкантам надо заниматься, и им физически нужно быть как бы в классе или дома, или просто иметь инструмент рядом, чтобы это делать. Поэтому тут на полную ставку о работе, скорее всего, даже, о работе на полную ставку, скорее всего, даже не идет речи, но идет речь о работе, скорее, больше на полную, прошу прощения, прошу прощения, кто в наше время пользуется скайпом, я, всем привет. Вот, значит, вот, о чем, на чем я остановился. Да, до пандемии, значит, до пандемии в два раза было легче найти работу, сейчас чуть-чуть, да, чуть-чуть есть проблемы с этим. В общем, хотя, в принципе, в принципе, опять же, те же кафе, они с открытыми дверями вас ждут. Да, что касается того, как мы выкручиваемся, как процесс обучения происходит во время пандемии. Прошлой весной, когда это все началось, это было очень необычно. Нам пришлось многое записывать дома, то есть, допустим, экзамен просто, он автоматически записывается дома. То есть, допустим, у меня есть пять кусков, мне нужно семь кусков сделать, и я эти семь кусков все записываю. Значит, теоретические части, теоретические предметы, понятное дело, тоже на удаленке, потому что есть такая возможность просто. У нас, в принципе, это, ну, то есть, абсолютно без проблем происходит. Преподы к этому уже привыкли. Это поначалу они там как-то пытались еще как-то войти в этот ритм, разбираться, что происходит. Сейчас уже все привыкли, все умеют пользоваться компьютером. Ну, 21 век как бы. А сейчас, во время второго карантина, вот во время, в принципе, этого учебного года, частично, в принципе, нам разрешено играть в классах, то есть у нас, мы спокойно берем классы, играем, просто что у нас абсолютно все какие-то превенционные действия выполнены, чтобы, не дай бог, там кто-то не продезинфицировал руки или, не дай бог, там большого скопления людей нет. Нет, по секрету скажу, что все-таки иногда бывает, вот, но, да, но это по секрету, вот. А так, как бы, в принципе, в данный момент я почти не чувствую каких-то проблем вот из-за пандемии, скажем так. Все почти, кроме теоретической эффекции, все почти так же, как и было вот всегда, скажем так. Опишите стандартный день занятий. Хороший вопрос. Ну как, в 9 часов я уже в академии разыгрываюсь, в 11 часов у меня спецка, специальность. Значит, ну я там поиграл сколько-то, я ему показал свои композиции, хотя это даже не моя специальность, но я все равно имею возможность показать ему свои какие-то вещи, помимо специальности, вот, своему преподу. Вот, значит, ну что, потом пошел отдохнул, поел, значит, потом на удаленке присоединился через телефон к лекции, где-то засел, взял кофе, засел, сижу, слушаю лекцию, значит, потом у меня, что, потом у меня работа, я там валю на работу, 3-4 урока провожу, потому что я сам преподаю свой инструмент. Вечером еду заниматься, да, или репетировать. А иногда бывало и так, что, допустим, проект настолько амбициозный и настолько много работы требующий, что ты просто играешь утром с проектом, и с тем же проектом ты потом вечером играешь, играете до 10 часов вечера до закрытия, потом в 7 часов утра вы уже стоите около дверей академии и ждете, чтобы репетировать заново. Вот. Такое вот, такие вот динки тоже бывают. Вот. Хорошая подработка, да, действительно. Платят, вы знаете, очень по-разному, на самом деле. Я работаю в частной студии, и, значит, и конкретно я за один урок получаю 6.50, но это типа уже больше, 6.50 в час, за академический час, за 45 минут. Это типа уже такой level up, это уже типа неплохо, потому что в самом начале я получал около 5, что-то в этом роде, 5.50, что-то в этом роде. Значит, вот. И в месяц, в месяц, имея, сколько у меня там, 6-7 учеников, кстати, один из них мне только что по Skype звонил, значит, вот, имея 6-7 учеников, я где-то получаю в месяц около 200 евро, то есть, скажем так, это сколько часов в неделю? Ну, это, представьте, это 7 часов в неделю, 7 умножить на 4, значит, ну, вот, получается вот где-то около 200 евро. Значит, вот, да. То есть это реально, это немного, это около 30 часов в месяц, и это стоит где-то 200 с лишним евро. Вот. А, плюс стипендия от академии за хорошую учебу, то есть это стипендия академическая где-то 66 евро, значит, там плюс-минус тоже бывает, плюс-минус евро. Ну, то есть, получается, я почти ничего не делаю, ну, как, я делаю что-то, ну, то есть, тратя, тратя, может быть, 30-33 часа в месяц, и просто имея хорошие оценки, я получаю просто вот так вот на ровном месте около 280 евро. То есть, ну, просто на ровном месте. То есть, потому что, согласитесь, 33 часа или 30 часов в месяц для преподавания это очень-очень немного. Это очень немного. То есть, это по сравнению, если бы вы работали там, пахали на, допустим, в каком-нибудь баре работали, или просто там в каком-нибудь кафе, то есть, по сравнению с этим, это просто, то есть, вообще фигня. Стипендии только для литовцев, вот, не знаю, честно говоря. Я об этом позже расскажу, думаю, чуть-чуть. Да, чуть позже, да. Вот, собственно говоря, да. То есть, такие вот у меня новости, такие вот у меня дела. Да, кто-то вот тоже набирает текст. Лиза, спасибо и вам, Лиза. Спасибо всем, кто задавал вопросы. Я еще некоторое время буду здесь. Виктория, если вам понадобится моя какая-то помощь, то, пожалуйста, обращайтесь, я тут буду кемарить. Спасибо, Артему, за очень интересную презентацию. Конечно, мой русский язык не будет такой, как у Артема, потому что это не родной мой язык. Итак, извините. Также я вам буду показывать картинки на английском языке, но, я думаю, все в эти времена понимаете. Ну, и расскажу такие не очень интересные вещи, как говорил, например, Артем, но думаю, что пять минут вы меня тоже послушайте. Говоря о студиях в нашей академии, мы предлагаем вам учиться на бакалавре и магистре в таких сферах, как театр, музыка, фильм, хореография, история и теория искусства, и также менеджмент искусства в магистрантуре. Некоторые из этих программ доступны только на литовском языке, но большинство случаев вы можете их изучать на русском или на английском. И, конечно, все эти программы доступны для студентов, которые приезжают нам по программам обмена. Говоря о сфере музыки, это у нас такая самая большая сфера, где можно изучать такие специализации, как портепиано, пение, дирижирование, дыховые инструменты. Все вы эти специализации видите теперь на своем экране. И, конечно, все вы можете изучать на русском или английском. Только вот национальные инструменты, которые, думаю, вам не очень интересны, они подаются только на литовском языке. Также у нас есть такие интересные программы, как студии музыки, где можно изучать композицию, электронную музыку, и также продолжать их изучать в магистрантуре. Еще, конечно, можно приезжать и изучать хореографию. Одна из самых больших программ это есть хореография в Вильнюсе. Здесь можно изучать классические танцы или современные танцы. Если вы хотели бы изучать субкультуру танцев и не знаете, какие танцы вы хотели бы изучать, так можно изучать танцы. Подклад, сейчас я не знаю, как лучше перевести. На русском или английском языке здесь можно изучать классические танцы, национальные танцы и бальные танцы. Говоря о кино, вы здесь можете приехать по программам обмена, потому что студии доступны только на литовском языке, но для студентов, которые приезжают по обменам, это тоже доступно. Говоря о театре, к сожалению, мы приглашаем студентов только по программам обмена. Если когда-нибудь захочете учиться в аспирантуре, тоже вам предлагаем аспирантуру музыки. Приезжайте, изучайтесь. И информацию о принятии студентов вы можете найти на нашем сайте. Здесь вот есть ссылка, адмишн, заходите, читайте и будем с вами общаться. Пишите мне электронные письма. Думаю, самый главный вопрос, сколько же стоят наши студии. Для студентов из третьих стран, к сожалению, цены большие. Начинается с 5 тысяч евро за год и около 7 тысяч в магистре. Но есть какие-то стипендии для студентов из Беларуси и Украины. Также студенты, магистры, могут достать стипендии и учиться бесплатно. Как же поступить в Академию? Конечно, вы должны знать, что вы хотите изучать. Тогда вы должны заполнить форму онлайн, прислать нам какую-то свою запись в вашей работе, как вы там, например, играете. И тогда, если комиссия скажет, что вы талантливы достаточно, они вас предлагают вступительный экзамен. Вступительный экзамен, как и Артем говорил, это играние на каком-то инструменте и ваша мотивация, почему вы хотите учиться на этой программе. Ну и потом, если все пройдет достаточно хорошо, вы достанете подтверждение, что все хорошо, тогда вам надо будет проверить свои документы или ваше образование достаточно учиться в Литве, заплатите за год и подпишите договор и сможете учиться в Академии. Академия, почему вы должны выбрать именно нас? Академия театра и музыки – самое старое учреждение, я даже не побоюсь сказать, в Трибалтике и самая большая академия здесь учится больше, чем тысячи студентов, не только с Литвы, но и из других стран. И также, как я и раньше говорила, у нас три факультета. И, конечно, у нас много конкурсов, мастер-классов, приезжают преподаватели с разных стран, не только с Литвы, они уедяются во всей Европе, и не побьюсь этого слова, даже в мире. Так точно этот уровень есть неплохой. Факультет музыки самый большой, самый крупный, здесь есть больше 20 кафедров, здесь самые большие концертные зола, аккредитный центр музыки, инновации, современные классы для учебы, так, конечно, все условия, все условия для студентов есть. Факультет театра и кино, здесь есть пять кафедров, и кафедра, и кино, и театра, и танцев, тоже все условия, как видите, студентам есть. Третий наш факультет, самый юный факультет, он к нам присоединился три года назад, здесь можно учиться на русском и английском языке, все программы, думаю, только свящительно театра, да. Вот, и про условия еще. В каждом факультете есть современные библиотеки для вашей учебы, также кафешки, такие это места для отдыха. Кто-то спрашивал еще про общежитие, да, общежитие есть, мне кажется, стоит это 85 евро в месяц, и это очень, это недорого по сравнению с ценами, которые есть, ведь если так снимать какую-то квартиру, и это удобно, потому что вы можете к своему факультету пройтись даже пешком. На этой картинке вы видите контакты мои, Виктория Папирова, пишите, если какие-то еще будут вопросы, которые мы вам здесь не ответим. Другой контакт, это есть нашего начальника для международных дел, Рима Римшайта, может, тоже будут какие-то вопросы, если захотите приехать по программе обменам, так пишите ей, я думаю, она вам это как-то сорганизирует, не знаю, хорошо сказала, извините. И самые главные ссылки. И сейчас перейдем к вопросам. Еще здесь несколько картинок, фото вам покажем, как мы живем здесь в Академии. все очень, все очень. Хорошо. Тогда, может, перейдем, перейдем к вопросам. Так. Не знаю, или в Витке нет, еще извините. Об этом я думаю, что нет, но есть какие-то программы, по которым вы можете приехать в Литву, надо просто поискать информацию, я думаю, это точно не проблема. Вот. Обучение на бакалавре 4 года, полный курс. Это дневные студии, не знаю, или я хорошо ответила, на магистре, 2 года. Стипендии, как я и раньше, как я и раньше говорила, стипендии можно, ну как, по конкурсу достать для студентов в магистратуре, но и как-то государство предлагает их получить для студентов Украины и Беларуси, надо просто узнать все условия, если вы захотите приехать, я думаю, вся информация в интернете есть. Вам надо заплатить за один семестр полную цену, и тогда вы сможете учиться. еще вопросы? что происходит, если возникают задержки заплаты? Ну, мы вам пишем, пишем мейлы, просим, чтобы вы заплатили, но если нет возможности платить, так надо будет эти студии прекратить, к сожалению. Оформить академический отпуск можно, можно брать академический отпуск два раза из-за каких-то причин, как беременность, болезнь и так далее, это не проблема. Там на следующий вопрос, если можно, я тоже отвечу. Значит, какая самая частая причина отчислений? Задолженности, дорогие мои, задолженности, мне кажется, по крайней мере, по опыту общения с другими студентами, ну, ребятки просто, скажем так, недооценивают такие предметы, как философия, потому что у нас есть философия на, значит, ну, это зависит от программы, у меня она была на первом курсе, на втором курсе у меня была, значит, эстетика, то есть это теоретические дисциплины, это дисциплины, где, естественно, нужно читать, это дисциплины, где ты приходишь на урок, и ты, на лекцию, и ты общаешься с преподом, то есть где ты отвечаешь на вопросы, где нужно, ну, то есть и очень многие это недооценивают, и потом влипают в огромнейшие проблемы, скажем так, они вынуждены брать академические отпуска, значит, они вынуждены там как-то выкручиваться из ситуации, ну, в общем, теряют места бесплатные, теряют стипендии, и жизнь вообще катится к черту, но вообще, ребята, так что, но философия, это интересно, так что, если будете поступать, то философия у нас есть, она интересная дисциплина, так что, ребят, не стоит ее недооценивать, а наоборот, давайте-ка учиться, вот. Еще один вопрос, Артем, тоже ты ответишь, университет каким-то образом помогает с поиском первого рабочего места? У нас есть люди, которые конкретно этим и занимаются, то есть, они рассылают по почте предложения работы, значит, вот, ну, в принципе, это именно все, как, это все, как, что я заметил, как вот университет помогает в плане, в плане работы, то есть, наверное, больше, больше как-то нет, да? Да, перейдем к другому вопросу, мы можем вместе, думаю, тоже о чем с вами ответить. На первом курсе больше общих дисциплин, да, я думаю, да, это есть такие общие университетные дисциплины, как вот и философия, эстетика музыки, иностранный язык и такие, как специалии бездалеки, Артем. Специальность, специальность, просто это предмет, который связан напрямую с вашей специальностью, да, да, действительно, теоретических предметов на первом курсе больше, но, честно говоря, вот, чем дальше, тем как-то вот это уравнивается, соотношение теоретических и практических предметов, то есть, я сейчас на третьем курсе, в принципе, третий курс, это достаточно спокойный, спокойный год для меня, поэтому у меня много других, вот я успеваю много других вещей делать, помимо учебы, но вот соотношение, пожалуй, где-то, ну, 60 на 40, где 60 это практически, а 40 это теоретически, может быть, 70 на 30, ну, что-то в этом роде, то есть, практически их чуть-чуть больше, то есть, сейчас уже на третьем курсе все-таки перевесили, но на первом, втором, это было где-то 50-50, 50 на 50, да. Я еще думаю, что интересно, что вот эти общие дисциплины, вы идете изучать с другими студентами, с других кафедр, и тоже ваш круг общения расширяется, и вы можете друг друга больше узнать, это тоже очень хорошая вещь, да, да, только нужно не бояться, то есть, заводить новые беседы, заводить новые дружбы, это все, ну, то есть, потому что иногда музыканты не бывают такими замкнутыми, но, в принципе, ребят, не надо волноваться, все дружелюбные. Так, это конкретно вот мне вопрос, я вижу, а вот я бы по возможности в какую страну поехал, да, я вот об этом как раз-таки думаю, потому что я планирую закончить бакалавр, и планирую повторять бакалавр, только на другой специальности, только где-то уже за границей, где, пока что не знаю, я хочу изучать композицию, но я не хочу изучать ее как-то слишком в классической манере, я, может быть, возьму электронную композицию, что-то в этом роде, и мне кажется, что, ай, да, с моими, в принципе, джазовыми навыками, то это, пожалуй, напрашивается очень Голландия, напрашивается Голландия, напрашивается Великобритания, только с Великобританией, прикол в том, что все-таки Брекзит произошел, и там некоторые фишечки, они отпали, скажем так, в плане электронной музыки Берлин и Германия очень сильная страна, в плане контемпорари джаза, то есть современного джаза и, в принципе, академической музыки Скандинавия тоже очень сильна, особенно Норвегия, особенно Дания, да, в принципе, вся Скандинавия, то есть, вот, пожалуй, вот эти направления я бы выделил, это то, из чего я буду выбирать, только единственная проблема, что, что Скандинавия, это дорого, это очень дорого, то есть туда в идеале нужно ехать, если у вас, если у вас есть какой-то родственник или друг, который там живет, вот. Еще вопросы будут? Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, да. Ребята, мы еще имеем время, так можете нас спрашивать, задавать вопросы, это очень хорошая возможность. А то, знаете, а то будем сейчас как в школе, то есть, вот у меня есть список, и я сейчас тыкаю пальцем хоба, и вот ты задаешь вопрос. Давай, вопрос, пожалуйста. На этом я специализируюсь, я таким образом два курса философии отходил. А, да. Которые открытые двери. Нет, нет. Когда у нас есть открытые двери, и теперь, вот никогда не было случаев, что в этих открытых дверях участвовали ребята с иностранных стран, но теперь открытые двери планируются у нас 27 и 20 марта онлайн. Я думаю, если вы мне напишите, я вам дам ссылку, где вы сможете зарегистрироваться и сможете пообщаться с кафедрой, где вы хотите учиться. но вот эта первая часть, общая часть, она будет на литовском языке, но когда вот зайдете в кафедру, я думаю, там будет возможность пообщаться на русском или на английском языке. И еще есть вариант, это просто, ну, как бы полайкайте на фейсбуке страничку, и на фейсбуке там тоже новости заливаются, ровно так же, как и на инстаграме вроде, хотя, я не знаю, академия имеет инстаграм, не имеет? Есть у нас тут арт-центр, смена-центр. А, окей, арт-центр, да-да-да. Ну, в общем, да. Но я думаю, вы не боитесь, пишите в кафедру, они вам все ответы дадут на вашем языке, на английском, на русском, это не проблема. Так, что слышно в Литве с вакцинацией? С вакцинацией, ну, как вот, в принципе, начинают уже, да, уже нормально так идет, это вакцинация, то есть уже старичков вакцинируют, учителей вакцинируют. До меня пока что очередь не дошла, я не знаю, Виктория, вам предлагали, не предлагали еще? Нет, мы будем самые последние, потому что мы еще здоровые, молодые. Да, да, у нас еще все впереди, то есть, да. Да, летом, когда-нибудь с летом, мы, летом или осенью. Так, вот вижу, Павло что-то пишет. Так, насчет театральных специальностей. Вот в этом я слаб, честно говоря, несмотря на то, что я с ними каждый день вижусь. Я кроме, кроме, ладно, я вам дам, предоставляю, предоставляю вам слово, Виктория. Как я говорила раньше, эти специализации доступны только для студентов по программам обмены, и, конечно, в каждом семействе это, если говоря, драматическое, Ну, актерское, актерское. Актерское. На каждом семестре очень много актерства, но это драматическое актерство. актерство кино, вот такой вот специализации отдельной нет. Я знаю, что вот эти ребята очень хочут этого, но пока еще нет. и, да, у нас, если поступить в театральный очень сложно, очень большой конкурс, даже в Литве на одно место может 16-20 человек поэздирует. Вот, еще какие-то предметы, это, конечно, история, драматургии, но очень много таких предметов, связанных с движением, с сценой, сказал бы, астемическая речь, астемическая речь, да, это программа очень, как сказать, на высоком уровне. Да, но в том числе есть дисциплина теории, то есть, насколько я знаю, кинокритика, правильно, то есть, театральная критика, в том числе. но только на литовском языке. А, только на литовском, да, ясно. Да, ну вообще, то есть, жизнь актера, значит, в академии, это, то есть, ты с понедельника до воскресенья просто сидишь по 12 часов, значит, не видишь дневного света, иногда выходишь покурить, значит, если хватает денег, конечно, на сигареты, значит, вот, и да, и вот, в принципе, вот такая вот жизнь, ну ребят, это сложно, то есть, актерский, это сложно, правда. Я думаю, что не только в Литве, я думаю, что это везде так. Да, но очень интересно, потому что есть предметы очень интересные, и предподаватели очень известные и хорошие, так, если вам как-то будет возможность ехать по программам обмена, так, конечно, приезжайте, мы вас ждем. Смотря каких. Вы знаете, ладно, поделюсь секретом, выгоднее курить табак, если что, значит, там 6-7 евро вы покупаете, значит, это не реклама, если что, но это лайфхак, просто выгоднее курить табак, сигареты стоят около 4-х евро все почти, есть подороже там, но я столько не зарабатываю, там 5 евро уже, вот, дешевые, самые дешевые, не знаю, около 3-х, но там фигня, говорю, табак лучше всего. Может, еще кто-нибудь задаст нам интересный вопрос, интересно? Да, если есть вопросы не по теме, говорю, это ко мне, это, я в этом специализируюсь. Ай, ну ладно, в принципе, тут раз про сигареты, значит, про пачку сигарет был вопрос, возможно, еще актуален вопрос про чашку кофе, значит, чашка кофе, опять же, зависит от места, но вот средняя чашечка, вот, ну, средняя, то есть это где-то около 400 миллилитров, ну, может, 350, что-то в этом роде, ну, она может стоить в районе, в районе 3 евро, 3,50, ну, то есть чуть, может быть, даже дешевле, около 2,50, то есть начинает, то есть капучино, допустим, начинаются цены от 2,50 и заканчиваются от 3,50, но где-то везде будет около 3 евро крутиться, да, значит, вот, ну, в принципе, насчет, насчет надежды возвращения к нормальному процессу, мы, понятное дело, что никто не знает, что там будет, но, скажем так, в принципе, высшие заведения в Литве, я думаю, что тоже не только в Литве, они имеют такую автономию, значит, и, значит, мы имеем право, то есть уже каким-то образом немножко подстраиваться под ситуацию, которая конкретно внутри заведения именно, то есть происходит. Я думаю, что есть надежда, честно говоря, что, может быть, к маю это все улучшится, да, то есть, вот, не знаю, которые, как вы думаете? Я думаю, что окончательные работы так студенты сможет сдавать уже в нормальное, гибей, живем, живем, да, но пока так это все, как сказать, и... На удаленке. На удаленке, но некоторые вот приметы, как я всем говорил, можно идти индивидуально как-то изучать. Вот, кафе и рестораны закрыты? Нет. Кафе работают, рестораны работают на вынос, то есть сидеть внутри нельзя, кафе тоже работают на вынос, то есть тоже сидеть внутри нельзя. Правда, все бары закрыты, то есть, в принципе, ну, им нет смысла открываться в любом случае, значит, да и не особо можно, как бы, значит, по правилам и по политикам литовским. вот, значит, а так, в том числе открыты заведения, в том числе открыты магазины, в которой есть вход снаружи с улицы так что до голодные мы не сидим то есть я просто заказ я просто звоню заказываю еду потом мне говорят значит смотри приходишь 2 забираешь свой равен я прихожу 2 забираю свой равен и и валю обратно в академию кушаю там спорами вот алиса спасибо и тебе что слушал и тебе удачи вот на такие вот дела собственно говоря клара что-то пишет наверное сильно ударила так не слабо на самом деле насколько я знаю эти не особо интересуюсь но то есть скажем так я уже начинаю замечать как некоторые заведения в которых я ходил но который я ходил год назад или два года назад они вот уже закрылись допустим или или закрылись временно скажем так но и пока и не планируют открываться даже после пандемии может может как-нибудь когда-нибудь позже да ударил это это видно скажем так просто вот идя по улице хотя опять хотя в принципе большинство популярных кафе они продолжают работать так же как они работали до этого у нас зато развивается бизнес доставки на дом то есть вот вот этот бизнес он растет и будет еще расти я думаю что долгое время и не только у нас фирм которые доставляют на том и все появляется все больше и больше то есть по сути реально каждое кафе или каждый сторон им имеет какую-то свою программу или просто присоединял программе как типа болт или болт и вот эти ребята курьеры из третьей стороны с третьей стороны они приходят забирают виду и доставляют кстати ученики студенты академии этим часто пользуются и то есть но это такая распространенная практика достаточно заказать там допустим себе еду в академию ну типа а зачем тебе выходить то есть из класса когда тебе буквально под двери подставят ну под двери класса нет но под дверь здания да вот и тебе удачи марьян пишет дать я еще на один вопросик отвечу и тогда уже разрешите мне от платье откланяться а вот спасибо спасибо приятно что послушали вот ладно хорошо я тогда бегу вот пожалуйста очень много информации я думаю знали от тебя пожалуйста все студенты все счастливо всем всем удачи не болейте ребятам еще может есть какие-то формальные вопросы так я могу еще что-то ответить да наверно вопросов больше не будет спасибо вам за участие в нашем семинаре ждем вас литовской академии музыки музыки театры театры пишите если сможем вам ответить на вопросы будем рады до свидания